Привет! Не забудь подписаться на канал. В описании под видео ты найдешь полезные вещи для охотника. А теперь погнали! У каждого человека, а тем более охотника, есть свое любимое время года. Кому-то дороги золотые краски, осени с волнующим запахом трав, влажная опавшей листвы и туманами на зорях. Другие предпочитают наслаждение прозрачным, морозным воздухом, белым покрывалом полей лесов, где чутко притаился заяц или отдыхает лисица и где сердце будоражит мелодия азартного гона. Так уж случилось, что по-настоящему страсть к охоте во мне проснулась весной. В душе зазвучала нежная музыка, в которую гармонично влились звонкая песня прилетевшего на родину жаворонка, журчание весенних ручьев, свист крыльев пролетающих утиных стай и волнующий гуман спешащих на север гусей. Весенняя охота мне особенно дорога за возможность общения с пробуждающейся после зимнего сна природой. Всегда можно увидеть много интересного, наблюдая за брачным поведением птиц и зверей. В начале своего увлечения охотой я заинтересовался весенней охотой на селезней. У меня нет возможности содержать подсадную утку и для охоты я приобрел хороший пластиковый утиный чучело. В течение нескольких сезонов осваивал технику подманивания уток на манок и добился неплохих результатов. Охота с чучелами интересна и бывает очень добычлива, но для весны, чтобы действительно почувствовать прелесть и красоту охоты, все же нужна подсадная утка. В какой-то мере я остыл к весенней охоте на уток, тем более с каждым годом наблюдается сокращение их численности. Весной моей слабостью и страстью является охота на гусей. Как и большинство охотников, поначалу пытался добыть эту осторожную птицу на перелетах, стоял в посадках, закапывался в снопах соломы, лежал в пашне. Первого своего гуся, это был крупный гуменник, добыл на вечернем перелете к кормовому полю. В этот день, возвращаясь с отцом и братом после неудачной утренней зори, обратили внимание на стелющуюся ковром огромную стаю птиц. Взглянув в бинокль, мы просто оцепенели, это были гуси. Вечером мы стояли в посадке около неубранного кукурузного поля. Как только солнце скрылось за горизонт, мы услышали нарастающий гусиный гомон. Сколько не вглядывались в вечернее небо, гусей мы не увидели лишь после того, как присели, разглядели приближающуюся к нам на высоте пяти метров над пашней гусиную гвардию. Патроны кончились через несколько минут, наши прожорливые полуавтоматы проглотили их с легкостью, не причинив особого вреда гусиному племени. Всего удалось сбить двух гусей. Мой был бит чисто, а вот сбитый братом оказался под ранком и изрядно нас погонял по полю, прежде чем удалось его добрать. Наша ошибка была в том, что при стрельбе очень спешили и практически не выцеливали, но самое важное, что по неопытности злоупотребляли крупной дробью от номер 0 до картечи. Чуть позже у меня на глазах охотник одним выстрелом дробью номер 3 добыл трех гусей. Этот первый трофей подтолкнул меня к поискам литературной информации об охоте на гусей. Постепенно перечитывая подшивки журналов, альманахов, книг, стал более серьезно подходить к подготовке охоты на эту строгую птицу. Первым делом сделал гусиные профиля, как сделать нашел в одной из книг. Следующим шагом была покупка гусиного манка, подготовка одежды и снаряжения для выкапывания скратков. Но меня ждало разочарование, мой манок издавал дикие вопли динозавра, распугивая всех гусей в округе. Бальзамом на душу была работа гусиных профилей и утиных чучел. За сезон удавалось добыть несколько гусей, подлетавших профилем и приличное количество пролетной утки. Как правило, в полях к чучелам подсаживались свиясь, шило хвост, широконоска и черок трескунок. Казалось бы, можно успокоиться и довольствоваться тем, что уже у меня получалось. Но охотник всегда в поиске, и мне повезло. Как то, разговаривая со знакомым охотником, затронул тему охоты на гусей. Он предложил взять его с собой на охоту, а взамен покажет, как пользоваться манком, правильно расставлять профили и маскировать скратки. Честно скажу, настроен был скептически, но что для охотника собраться, сказал сделал. И наутро мы сидели в скратках на поле, засеянном озимыми. Мои скратки сделали немного поглубже, бордюр выложили зеленью, маскировка получилась отличная. Выставили профили небольшими группами по 10 штук, каждый около своей болотины, сталой водой. Непосредственно в воду, кроме утиных чучел, на длинных колышках поставили по 6 профилей, создавая имитацию спокойно плавающих и пьющих воду птиц. Расстояние между нашими скратками было около 70 метров. Утренняя заря постепенно пробуждала новый весенний день. Весело застрекотали жаворонки, разрезая крыльями воздух, на кормежку понемногу слетаются утки. Рядом засуетились чибисы, периодически поднимались на крыло и своими акробатическими пируэтами старались очаровать своих подружек. Гоготание послышалось со стороны товарища. Через несколько секунд он встал, и утреннее спокойствие нарушил выстрел, затем еще два. Он быстро сбегал на противоположную сторону болотины и вернулся к скратку с белолубым гусем. Ему удалось тройку гусей посадить на воду перед собой, а добыть довелось одного. Не прошло и 20 минут, как нам стала приближаться колеблющаяся темноватая ленточка. Когда гуси достаточно приблизились к нашим скраткам, это где-то около 400 метров, товарищ начал их подманивать. Дружный строй гусиной стая нарушился, гуси громко загомонили. Преодолев высоковольтную линию, они мгновенно снизились высоты 100 метров к земле и пошли на небольшой высоте к профилям напарника. Когда гуси оказались рядом с ним, он спокойно встал и прицелился. Прозвучал резкий сухой выстрел. Один из гусей, словно столкнувшись с невидимой стеной, обмяк, подогнул шею и упал на зеленый ковер разимой пшеницы. Следующую вереницу гусей Александр пропускает на меня. Сжавшись в скратке, я не отрываю от ни взгляда. Гуси надо мной, вскидываю ружье, ствол опережает первую птицу на четыре корпуса. Делаю подряд три выстрела, МТ-21-12 с характерным лязгом выплевывает гильзы. Гусь, шедший вслед за вожаком, качнулся резко с высоты 40 метров, пошел вниз. Протянув на одном крыле около ста метров, мяко приземляется на землю. Выскакиваю скратко, бегу к месту, где приземлился гусь. При моем приближении он пытается убежать, пришлось вновь стрелять, чтобы добрать шустрого подранка. Темно-серая спина, беловатая под брюще и желтовато-светлый клев. Радость переполняет сердце. Мой трофей молодой, упитанный гуменник. Со стороны деревни Самарина к нам движется большая, около ста голов, стая гусей. Напарник с помощью манка, словно волшебной дудочкой, корректирует их полет и направляет к нашим скраткам. Почти над землей они, ничего не подозревая, приближаются к нам. Идут красиво, ритмично покачиваясь. Хорошо видны их розовые носы, на лбу белое пятно, на животе большие поперечные черные пестрины. Они наплывают на мой скрадок, до них остается 10 метров, можно стрелять. Ствол выкинут в голубую полосу неба и не спеша идет навстречу с гусем. Встаюсь скратко. В гусиной стае переполох, они стараются резко набрать высоту. Крепкий заряд двойки отдают в плечо. Белолобый гусь грузным комом падает в воду. Вот она, настоящая охота на гусей, полная эмоций и драматизма. К сезону 2002 года, общее количество профилей довел до 40 штук. Удалось раздобыть аудиокассету с обучением техники подманивания гусей манком. В наши планы на весенний сезон вмешалась погода. Весна выдалась холодной и затяжной, и с 10 дней охоты подарила всего 4 дня гусиной охоты. В один из дней нам удача особенно улыбнулась, мы до обеда добыли 7 гусей. Для охоты на них использовали патроны, снаряженные друбью от номер 3 до номер 0. Часть патронов снаряжаем сами, а часть приобретаем в большинстве своем патроны производителя Тайга, реже Азот и Рекорд. При использовании последних бывают задержки в автоматике МФ-2112 и ТОЗ-87. Я не хочу давать каких-либо рекомендаций и советов, просто поделился своими переживаниями и результатами. Для меня в этой охоте главное не количество добытой птицы, а соревнования с ее умом, осторожностью. А трофей – это венец победы. Может, кто-то из тех, кто до сих пор не познал прелести охоты на гусей с профилями, загорится самым надежным, интересным и эстетичным способом охоты. Изготовит гусиные профили, сам покрасит, выкопает в мерзлой земле скрадок. Одним словом, займется правильной охотой, которая доставит ему истинное удовольствие.